Шевмахин Александр Юрьевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры радиофизики Высшей школы киберфизических систем и прикладной электроники Института физики Казанского федерального университета, доцент кафедры программной инженерии ИТИС, старший научный сотрудник проблемной радиоастрономической лаборатории. Глобальная завораживающая идея умножить на творческий поиск, умножить на внутреннюю энергию, которая пробуждается при идее, которая зажигает. Разделить на рутинность, бюрократию, борьбу с негативной эмоцией, которая приходит и которой не всегда удается пропустить через себя и сразу поработать, ну и поделить на лимфе. Привет, я Полина. Давайте знакомиться. Первый раз слышу, чтобы человек публично признавался в своей лени. Это у вас хобби такое? Я бы еще подумал, куда лени поставить знаменатель или в числитель, потому что все-таки лень двигателя прогресса. И мне, например, когда-то было лениво запускать каждый раз расчеты. Я сделал скрипт. Поэтому вот с ленью я, может быть, в знаменатель-то ее зря поставил. Это какой-то... Ну, в общем, может быть, это и плюс, и минус. Ну, а все-таки, что вами обычно движет в вашей работе? Первое – это вот этот детский интерес к познанию, который у меня в школе появился. Ну, вообще, трудно переношу все-таки рутинную работу, хотя делаю. Но если есть какая-то цель такая, которую еще никто не сделал, сделать то, что еще не было сделано, быть там, где другие попаялись и не пошли. Пробовать то, что будет перспективно в будущем. Интересный принцип. Впрочем, на вашем примере он подтверждает теорию о том, что лень – двигатель прогресса. Это так? Или есть еще какие-то секреты успешной карьеры молодого специалиста? Я думаю, что ту работу, которую могут делать без меня, пусть делают без меня. У моих фотографий было две глобальные идеи. Заработать миллион долларов, ну, миллион рублей тогда, и как программировать на Паскале. Но мне как-то тогда программировать я умел на многих языках, а заработать миллион мне тогда не очень интересовало. И вот мне было интересно, как частички взаимодействуют в Вселенной, как можно сделать теорию всего, как вообще все унифицировать. Кстати, за счет того, что лень, мне было лень, я вот все думал, как же все унифицировать, как сделать какую-то теорию, которая все охватывает. Поэтому я начал там вот исследовать. Сначала в теориях. Вот, потом уже немножко в практику переместился. Когда я понял, что из тех теорий, которые они предлагают, я никогда не получу там тарикторию частицы. Нужно будет долго там как-то копать и делать другие выравнения. Вы с детства были так увлечены этими сложными теориями? Или кто-то на вас так сильно в школе повлиял? Ну, в детстве, опять же, вспоминаю, что не было мяса, а на гречку приходилось лить кетчуп, который мама летом лечим сделала. Ну, я такой был какой-нибудь, все время бежался, ребенком был таким лечим. Мама не выпускала на улицу, потому что гопники постоянно были вокруг. Я один раз как-то стоял на воротах, в футбол играл. И помню, я залимоню по лицу, и я пошел. Учителя были, конечно, я учился в 31-й школе, физмат-лицея в Казани. Вот, учителя, конечно, были интересные. И по физике была, там, Евгения Павловна Никитина. Вот, математики интересные, учитель по информатике, по химии. Вот, сейчас нынешний директор, она у нас только пришла тогда. В 11 класс нас один год вела. В принципе, было интересно. Ну, я научился зарабатывать деньги уже с 9 класса, в принципе, 9-м я немножко работал. Но больше всего, конечно, второй курс. Вот у меня второй, третий курс. Там самое, я работал программистом. Когда я проработал три года, мы делали одно и то же. И есть возможность заниматься тем, что другие еще не делали, либо занимаешься тем, что другие так умеют без тебя делать. Ну, в смысле, как бы ты тоже можешь там то же самое делать. Ну, зачем? Наверное, вот это самый такой большой момент, когда я выбрал науку. Вы же довольно давно занимаетесь наукой. Как считаете, она вернулась в Россию? Ну, я думаю, что она действительно стала подниматься, как бы не звучало с мальских указов Путина в 12-м году. Опять недавно читали, какое поколение потеряно. Вот мой научно-рихватер говорит, что их институт, условно, там разогнали, ну, как я не знаю, как это все закончилось, в 95-м году. То есть по инерции еще от Союза все это ехало до 95-го года. Потом все со всем. И вот я поступил в аспиратуру в 2009-м. И для меня на кафе для аспирантов, ну, был там один. Потом, когда я уже учился в аспирантуре и закончил ее, то есть в 14-15-16-е годы появилось, по-моему, чуть-чуть не 7 аспирантов. С 95-го по 2012-й был большущий провал, конечно. То есть вот эти там 15-20 лет, ну, вот между нами никого нет. Я думаю, что сейчас нужно систематизировать, сделать, во-первых, непривлекательным, ну, как-нибудь в экономическом плане, уезд молодежи, особенно аспирантов, за границу. То есть сейчас, я думаю, главное, что в нашей структуре, сейчас вот вижу, что да, у них есть, ну, хорошо, студенты, они там могут какие-то конкурсы подавать, ладно, там у них стипендия небольшая, ничего такого вроде страшного нет. Но когда аспирант уже взрослый человек приходит работать и говорят ему за, ну, я не знаю, сколько сейчас стипендий, ну, давайте будем, скажем, 10 тысяч рублей, хотя, по-моему, там 9 с чем-то. За эти деньги он уже должен каждый день работать. Естественно, они так не работают. Им нужно находить какие-то другие источники финансирования. Но человек на это смотрит, студенты, думают, ну, насколько тяжело. А если за границей предлагают, вот ты PhD-студент, и ты получаешь свои 2400 евро каждый месяц на протяжении 4-х лет, стабильность, он за 4 года из-за диссертации уже будет знать, куда дальше идти, вот это, думаю, самое выпадающее звено. Если мы привлекаем аспирантов, мы создаем для аспиранта это место, то нужно действительно ему оплачивать нормальную зарплату, ну, хорошую зарплату, потому что это высококвалифицированный же специалист. Мы же не хотим глупых аспирантов привлечь в аспирантуру. А что он пришел на хорошую зарплату, которая для него адекватная, и, во-вторых, они, значит, будут ходить работать, а не искать, где как снять жилье, где подработать, и вообще за границей больше платят, вот с такими словами к нам. То есть, я думаю, это самая первая задача, которую нам нужно сейчас решить. Грантовая система сейчас нам стала хорошая, особенно РНФ. Надеюсь, что финансирование увеличат Российскому научному фонду. А вот система, которая вот аспирантская, вот именно вот эта стипендия, она какая-то вот очень маленькая. То есть, вот разница, что, значит, у нас нужно постоянно что-то подавать, чтобы получить деньги. В Европе, они говорят, 4 года ты гарантированно получаешь свои 2 тысячи, чем-то тысячи евро. Тут на грант подали немножко другая тематика, он, значит, там работает. Тут на другой грант подали, он уже в другую сторону копает. Вот пусть он за свои вот эти 75 тысяч каждый аспирант рублей, значит, в месяц делает конкретные расчеты на свою кандидатскую. Расскажите, пожалуйста, про свой грант, который вы реализуете вот уже на протяжении 5 лет. Да, мой грант, я выиграл грант Российского научного фонда в 2019 году. Это грант на исследование, начисленное экспериментальное исследование низкотемпературной плазмы для задачи поработки национальных материалов. Цель этого гранта – это разработка математической модели, численного метода и программы для расчета параметров плазмы. У нас собрано оборудование в лаборатории. Мы хотим получить способ модификации материалов, чтобы получить новые материалы с качественными свойствами. Ну, там прочность, долговечность, надежность. Можно получать прочные полимеры. Ну, например, упрочненные всякие стали. То есть, прочная сталь повышается. Обрабатывает кожу для ботинок. Кожу помещает в плазму, увеличивается паропроницаемость. Но при этом еще и увеличивается водонепроницаемость. На примере моделирования процессов низкотемпературной плазмы мы наберем колбу, в которой зажигаем разряд с помощью электродов или с помощью индуктора. Тогда там еще вторая колба так соосно подключается. И уже на входе, допустим, подаем газ. Значит, смотрим, какое получается давление. В зависимости от этого давления мы можем понять, уже какую модель мы там применим. Потом включаем электромагнитное поле. С какой мощностью? Если, допустим, 100 ватт, это значит, там, одна модель электромагнитная. А если мы включаем, ну, уже не в моем лаборатории, да, включаем там киловатты-мегаватты, получается там какой-нибудь термоядерный синтез и так далее. Я так понимаю, что вы собрали это лабораторное оборудование своими руками? Вот опять же тоже разница, да, вот если сравнивать с Германией, там есть лаборатория, они заказывают это оборудование, чтобы прям под них, по чертежам сделали. Естественно, это очень дорого стоит. Мы тоже пытались так заказать. Нам сказали сумму еще в 2019 году 20 миллионов. Грант 6 миллионов в год. Причем там с этого гранта, если платить на зарплату, 32% уходит на ЕСН, ну, на бывший ЕСН, как там что-то называется, налог, единственный налог. То есть, ну, вот максимум, наверное, наши покупки оборудования в полгода, если мы ноль заплатим, ну, не ноль, а минималка, минималка там, это на 0,1 ставку, 4-200 рублей каждому примерно, вот, то это, может быть, миллион 700, можно, наоборот, какое-то купить. Ну, и, то есть, поэтому мы, естественно, собираем, например, генераторы мы купили, высокочастотный генератор, согласующие устройства мы купили, оптический спектрометр мы купили. Вот, ну, а саму камеру просто выточили два фланца на заводе, нарезали, на, по-моему, где эти трубки делают, на госхрустальном, в общем, вакуумную камеру, вот так вот собрали саму камеру. Индуктор нам вообще просто подарили. На этом оборудовании можно получить, мы получаем новые результаты экспериментальные, и нам достаточно для подтверждения модели, потому что главная цель — это фундаментальное подтверждение и создание математической модели струйного высокочастота национального разряда по нижему давлению. Я знаю, что Солнце состоит из плазмы, а наша Вселенная на 99% — из Солнца. Приоткроете зависту тайны? Каких секретов про плазму мы еще не знаем? Ну, вообще, да, наша Вселенная на 99% состоит из плазмы, вот, потому что все вещества, которые в космическом пространстве, оно находится в ионизованном состоянии. Ну, просто, может, в степени ионизации там небольшая, а Земля — такое уникальное место, где просто у нас нет такой ионизации. Плазма — это четвертое состояние вещества. Ну, минимальный набор для плазмы — это электроны и ионы. Это минимальный, когда полная ионизация. Частичная ионизация, как обычно это бывает везде, сложно добиться полной ионизации. Это электроны, ионы и нейтральные частицы. Вот три компонента, которые создают плазму, самая базовая. Вопрос теперь, вот, как создать эти три компонента? Если это с помощью температуры сделано, допустим, как на Солнце, то это будет горячая плазма. А если мы, допустим, с помощью электромагнитного поля на Земле, вот, возьмем лампочки, которые стоят в аудитории, вот эти вот газоразрядные лампы, вот там такая же комната и температура, хотя там тоже плазма. Потому что за счет электромагнитного поля зажигается разряд, и возникают электронные ионы. Кстати, северное сияние, вот, я вспомнил тоже, это плазма. Молния тоже плазма, да. Четвертое агрегатное состояние вещества впервые было получено в 1879 году английским химиком и физиком сэром Уильямом Круксом. Однако для того, чтобы выработать четкое научное представление о природе плазмы, потребовалось почти 30 лет. Только в 1928 году нобелевский лауреат Ирвинг Ленгмюр впервые использовал греческое слово «плазма» для обозначения состояния вещества, содержащего сбалансированный заряд ионов и электронов. Работы Ленгмюра легли в основу физики плазмы. Его первые эксперименты в этой области включали в себя исследование электропроводности плазмы и ее реакции при взаимодействии с магнитными полями. До 70-х годов человечество думало решить с помощью ионизированного газа все свои энергетические проблемы. Еще одно уникальное свойство плазмы – способность стерилизовать любые поверхности на атомарном уровне, заменяя традиционные влажные химические методы. Сегодня плазменные технологии широко применяются в области контролируемого ядерного синтеза. В быту всем нам знаком газоразрядный дисплей, известный тем как плазменная панель. Можно привести реальный пример использования плазмы. Плазма используется в ионных двигателях-спутниках. То есть спутник летит вокруг орбиты, за счет притяжения постоянно он падает к Земле, ну и в какой-то момент он вообще просто бы там сгорел в плотность своей атмосферы. Но за счет того, что есть вот этот ионный двигатель, он корректирует курс, то есть он поднимает чуть-чуть выше этот спутник, поэтому он там может служить 5-10 лет. То есть для полета на другие планеты точно нужны будут ионные двигатели, это 100%, потому что никакого вот этого твердотельного топлива или вот керосина не хватит, чтобы долететь до другой планеты. Это точно будет только с помощью ионных двигателей сделано. Потом вот разный новый материал, это обращение стали 1,5-2 раза, полировка разных поверхностей, медицинские приборы, напыление различных алмазных покрытий. Бур, который используется для пурения зубов, наносили алмазное покрытие. То есть там плазма, ажгон плюс пропан, чистый углерод садится на вот это вот сверло. И мы получаем просто чистый алмаз на поверхности этого сверла. И прочность, точнее давление, с которым он может работать, это увеличивается с 16, по-моему, гигапаскаль до 25 гигапаскаль. Дезинфекция рук, кстати, вот в ковид одна из лабораторий в России сделала какую-то плазмную дезинфекцию рук. То есть маленький размер трубочек, из которых будет идти поток плазмообразующего газа, и вот на конце, если мы стоим там поле, будет вороваться, ну, допустим, полсантиметра этой плазмы. Вот можно подставить туда руки, то есть она будет холодная. Ну, вот термоядерный синтез, там тоже возникает плазма, только тут горячая плазма, которая используется для, ну, точнее, хотят сделать для генерации электроэнергии вместо ядерного. Наверное, вы правы, и будущее за ядерными двигателями. Но проблема в том, что пока они не могут быть безопасными. Почему на атомных ледоколах же используются атомные двигатели? Нужны меры поддержания этой безопасности. Ну, какие-то крупные объекты, там, допустим, какая-нибудь космическая станция с ядерным двигателем, вполне себе реально. Но основной, наверное, будет действительно вот ядерная энергия какая-то вот термоядерная, термоядерный синтез или термоядерный распад. Тут уже возможны варианты. Но, возможно, здесь человечество научится как-то по-другому получать энергию. Вот все эти идеи, там, эфира, еще Тесла, который получал как-то тоже энергию. Любой вариант возможен, нельзя так сразу что-то отмести. Но пока самое перспективное — это термоядерный синтез, ну и термоядерный распад, которые максимальную энергию дают. Значит, как только люди научатся получать и укращать эту энергию, они смогут путешествовать на другие планеты. И это не просто сюжет для фантастического рассказа. Я думаю, что возможно, да. Через сколько лет? Ну, сейчас хотят же на Луну полететь, насколько я знаю, в течение 10 лет. Там проблема же в том, как мы саму планету будем осваивать, потому что в 70-е годы хотели на Венеру полететь, в Советском Союзе. И туда очень много аппаратов отправили. На выставке в Москве, в Россию, страна возможностей, очень много там этих аппаратов стоит. Потом нашли, что оболочки там непригодны для жизни, жидкие какие-то океаны, кислоты, то есть поэтому... Ну вот Марс, есть Марс. Но я думаю, что в 1050-м году, наверное, долетим до Марса и как-то придумаем, как там существовать. Здесь не только физический вопрос, вопрос больше к биологам, как там растения, как кислород получать эффективно, как эту базу к проектировщикам создать, вот. Как использовать эффективную энергию Солнца, а когда Солнца нет, что делать с минусовыми там температурами. Скорее тут больше, мне кажется, сейчас... То есть если даже есть вот ионные двигатели, которые сейчас они будут, есть атомные, скорее всего, двигатели, которые можно тоже сделать для путешествия на другую планету. Но вопрос, как обживать эту базу, мне кажется, сейчас более такой сложный. Чего бы вам самому хотелось получить, как результат собственных исследований лет так 80? Я представил себе, что я каждый момент времени могу оказаться в каком-то другом месте. То есть, может быть, я в этот момент езжу на берегу океана, в следующий момент я ныряю в Голубое озеро в Казани, в третий момент я еду на сноуборде и могу менять эти моменты как захочу. Наверное, вот такая технология. Вы про телепортацию? Ну, что-то близкое к телепортации. Ну, эти, во-первых, луч все-таки телепортировали японцы. Но это было бы круто, я думаю, лет 80 об этом сказать и вот это сделать. Был эксперимент у японцев, где телепортировали луч, насколько я там читал. Я, конечно, об этом не углублялся, Ну, просто все, что поможет помыслить человеку, это, скорее всего, где-то, где-то, возможно, когда-то будет. Всякие там, фантасты же писали про летающие там автомобили, которые сейчас делают, про телефоны когда-то там в начале, в конце 19 века. Вот сейчас они получились. Поэтому, наверное, все, что можно представить, скорее всего, можно и получить. Вы будете дальше работать в этом направлении? Ну, я думаю, что мой жизненный какой-то путь, он сам как-то выведет, возможно, к этому. Если действительно меня зажигает, то, наверное, к этому приду. Потому что когда-то я пришел к матомоделированию, когда я не знал, чем я хочу заниматься, и у меня все там все, программирование мне надоело просто, потому что мы делали каждый год похожие проекты, которые повторялись, менялись картинки, менялись аккордеоны. Это было скучно, потому что ничего нового не было почти. Ну да, я научился за два года то, что нужно делать для этих сайтов, но на третий год, когда мы делали похожие проекты, это уже просто надоело. Мне сейчас интересно заниматься плазмой, заниматься методами обработки материалов, создания теории, которой еще не было. Я знаю, что это большое еще поле для исследований плазмы, и методы обработки материалов, и методы прохождения волн через плазму. Это связано с ионосферой, волн через ионосферу. Это связано, опять же, с космосом. То есть много задач, которые, что еще тоже не изучено настолько хорошо. Прежде чем попрощаться, спрошу, и в космос сами полетели бы. Возможно, вот как раз уже, когда я тут все успею сделать на Земле, где-то в 80, я бы, наверное, полетел. Субтитры подогнал «Симон»? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok